При прохождении уровня магистратуры очень часто возникает необходимость в составлении рецензии на книгу. Сейчас мы об этом поговорим. Прежде всего постараемся разобраться с тем, что такое рецензия. Слово это произошло от латынского «рецензио», «рассмотрение» и означает написание отзыва, разбора, при котором также дается и оценка нового художественного, научного или научного популярного произведения. Помимо этого, рецензия – это еще и жанр критики, или же литературной и газетно-журнальной публикации. Автор рецензии должен детально проанализировать произведение и высказать свое мнение о нем, указывая на его достоинства и на его недостатки. При этом при рецензировании приветствуется краткость. Своё мнение о произведении можно выразить с помощью отзыва. Здесь не требуется детального анализа, но важна общая оценка. В рецензии и отзыве обязательным элементом является выражение собственной точки зрения. Существует типовой образец плана рецензии или отзыва. Анализ произведения начинается с освещения актуальности, рассматриваемой в книге проблемы или темы. Например, настоящая работа посвящена следующей проблеме, которая указывает на актуальность проводимых автором исследований в данной отрасли. Далее должна быть указана центральная тема книги. Для этого можно использовать тезис или несколько тезисов. И только после этого рецензент может переходить к описанию краткого содержания и оценки. При этом не требуется простого пересказа содержания. Важно подчеркнуть существенные элементы, являющиеся заслугой автора. Особый акцент в рецензии должен быть сделан на инновациях, которые внедрил автор. Важно подчеркнуть, каким образом автор способствует расширению у читателя представления о сути центральной проблемы. Также следует определить качество работы и дать оценку. Начать эту часть можно словами. Суммируя результаты отдельных глав, подводя общие итоги, необходимо ответить «что?» и дальше продолжение. Или безусловной заслугой автора является классификация, уточняющая некоторые современные понятия в области «три точки» и т.д. При написании отзыва нет необходимости проводить детальный анализ. В рецензии обязательно должно быть место для указания недостатков работы. Здесь вы должны написать о том, с чем вы не согласны и какие авторские мысли у вас вызвали сомнения. Также важно отметить трудные для восприятия места и фрагменты, кажущиеся вам запутанными. Отдельно можно говорить о недостатке практического применения и т.п. Это следует делать в корректной форме, никаким образом не связывая свое мнение с личностью самого автора. Можно использовать следующие шаблоны, которые вы видите на экране. Рецензия или отзыв завершаются выводами. Указывается итоговая оценка и формируются рекомендации для автора произведения. Здесь также уместно указать, какое влияние на вашу жизнь оказало прочтение этой книги. Кому бы вы могли ее рекомендовать для прочтения? Написание рецензии или отчета свидетельствует о способности магистранта мыслить самостоятельно. А гармоничная структура и корректно выраженные указания на недостатки свидетельствуют о научной культуре рецензента.